Защищал свой титул чемпиона мира. К этому времени он уже им стал. Итак, 12 раундов боя за звание чемпиона мира по версии IBF. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Двадцать две победы. Бывший чемпион мира. Торон Милет. Встречен нелюбезно. Встреча субтитров А.Егорова Снокаутом. Ни одного поражения у Заба Джуде. Броклин. Ничего тут не поделаешь. А вообще государство в государстве по части бокса. Из Бруклина вышли... Ну, невероятное количество вышло бойцов знаменитых. Начиная с 20-х годов и кончая... Вот наше время. Тайсон из Бруклина, кстати сказать. И... Майкл Грант из Бруклина. И в Бруклине, кстати, жили и наши бойцы. Сережа Кобузев. Да и, по-моему, сейчас там живет Олег Маскаев. В общем, боксерский район Нью-Йорка. В общем, уверяю вас, то, что мы сейчас увидим, это будет совсем не похоже на то, что мы видели до этого, сегодня. Джуда. Левша. Быстрый, легкий. Невероятно острый в своих действиях. И... Перрон Милет. Панчер с тяжелым ударом, очень неприятным. Здесь все решит скорость. Потому что по мощи эти бойцы равны. А Милет, наверное, бьет пострашнее, чем запчут. Ну, а Джуда, это, конечно, боксер, который относится вот к разряду таких талантов, типа Роя Джонса, Шугар и Роя Леонардо. Боец такой интуитивный, где предвосхищение, предчувствие играет колоссальную роль. Плюс, конечно, невероятно оснащенность техническая. Он, когда перестал быть новичком на профессиональном ринге, очень быстро отделался от всякой шелухи. Хотя и сейчас иногда может выбросить, выкинуть несколько трюков, которые совершенно, которых нет необходимости. Сделать нечто на грани риска. Вот эта вот сумасшедшая бравада сделала его ужасно популярным. Там, у себя. Видишь, что вытворяет? За что и получает. Я вам говорил, кто такой Терон Милет. Шутки плохи с ним. Джудо. Абсолютно не смущен этим нокдауном. Всаживает несколько острых ударов в ответ противнику. И все это играючи. Вот это раунд. Представляете? Начало чемпионского боя. Это другой уровень. Да что я вам говорю, вы сами все видите. Субтитры сделал DimaTorzok Четкий, резкий и очень точный левый крюк в подбородок Все, казалось, шло под диктовку Забы Джуда Забыл он, с кем имеет дело Неприятный звонок, кстати Джуда в своей карьере уже разок посидел на полу Поскучал в предыдущем бою Не в том, который мы видели во время боя Помните, в шоу Тайсона Когда Джуда вынужден был попотеть Гоняясь за своим британским противником Кто-то без шабаш не сможет дорого стоить ему Субтитры сделал DimaTorzok Милету, понятное дело, сейчас очень важно не дать Джуде раскрутиться, что называется, не уступить инициативу. Сделать это очень сложно, потому что Джуде здесь, рядом и ускользает постоянно, тревожит Милета и может в любой момент выстрелить, жестко ударить. Поэтому здесь очень важно быть самому инициативным, в то же время не зевать. Заметили, что в таком бою, такого класса, мы совершенно не ведем разговора о дистанции, которую выбирает тот или иной боец. Потому что здесь это уже не важно. Они прекрасно действуют, как видите, на любой дистанции. Хлесткий, четкий, жесткий удар. Зап Джуда точно в подбородок. В общем, с ответной любезностью в этом раунде. Ничего еще не решено. Кто угодно может упасть. Но я все-таки подозреваю, что это будет Террон Милет. Джуда это боец, которым очень часто его тренер Лоу Дууа говорит, давай-ка просыпайся. Потому что слишком много игры, слишком много шелухи, как опытные профессионалы говорят, о Джуде. Джуде развлекает тублику на ринге. Ему это нравится. Иногда в ущерб такой рациональной задачи, которая перед ним стоит. А в общем-то, если так разобраться, может быть, этому есть более четкое в русском языке определение. Слишком самоуверен. Как еще Милет до сих пор уворачивался от этих внезапных таких нелогичных серий Заба Джуда. Конечно, самый главный козырь Заба Джуда, его поразительная физическая одаренность, координированность. Помимо скорости. И все, что он делает, вы посмотрите, он делает играючи. Он не напрягается. Настолько это легко для него. Это поставить нельзя. Можно научить технике, можно образовать бойца и сделать его хорошим тактиком. Но вот такому исполнительскому мастерству научить нельзя. Это природа. И тут уж ничего не поделаешь. Заба Джуда снова за свое принимается. Игра на дистанции. К несчастью, всех противников Заба Джуда все это комбинируется с очень жестким ударом. Очень мощным. Вы заметили наверх. Причем выбрасывает он его легко, свободно, а заканчивает невероятно жестко, как тяжеловес. Видите, вот что хочется делать в ринге Джуд. Это то, к чему он стремится. Это его стиль. Это игра на грани риска. И чем больше риска, тем больше Джуде это нравится. Видите, они обменялись нокдаунами. Джуде уже неинтересно. Он понимает, что он может бой закончить. Несмотря на то, что Миллет, в общем, противник опасный. Первый раз слышу такую установку. Лудува говорит, ты действуешь слишком быстро. Я понимаю, что он имеет в виду, что в некоторых эпизодах Джуда опережает события, опережает сам себя, что называется. Конечно, зап Джуда для Кости Дзю будет очень неприятным и очень серьезным противником. Ну, вот вам, пожалуйста. Заигрался опять. Билет делает то, что должен делать. Делает это неплохо. Уже любому другому не повезло бы здорово. Но не с Джуде. Джуда, видите, конечно, не пара. Нокдауна тут не было, понятное дело. Но не матч, вернее, как американцы говорят, для Миллета. Это риск по-прежнему огромен. Панчер всегда имеет шанс. Боксерская поговорка. Еще одно попадание. Нравится мне этот Миллет, честно говоря. Вот это нервы. Миллета действует размашисто, хлестко. И Миллет пытается это использовать сейчас. Любое чистое попадание Джуде обязательно нокдаун. Да, тяжело. Многовато. Многовато ударов. Если после предыдущего нокдауна Ирон Миллет подмигивал публике и веселился, то сейчас он никак в себя прийти не может. Удар был незаметный, как кошка лапа. Уже, казалось бы, эпизод-то и заканчивался. Короткий, хлесткий удар, но очень точный. И вот эта суета вокруг Миллета сейчас и менеджеров, и докторов говорит сама за себя. Сейчас очень важно проверить его реакции сразу же после этого поражения. исследовать глазное дно, ну и прочие манипуляции, чтобы быть уверенным, что ничего плохого через полчаса с Миллетом не произойдет, что он где-то не упадет в раздевалки. В общем, на ринге случались большие неприятности, как вы знаете, и смертельные случаи также в их числе. Поэтому сейчас те, кто заняты профессиональным боксом, здорово напуганы и пытаются подстраховаться. Дело в том, что практически это невозможно сделать, подстраховаться, потому что можно хорошенько так сказать, проверить бойца перед боем, но никто не знает, сколько раз он падал во время тренировок, а также его окружение это сделать. Мы увидим. Повторы, повторы, вот этот это комбинация, этот град ударов, даже трудно назвать это серией. Посмотрите, на повторе это видно, с какой скоростью, с какой мощью вкладывается зад джуда в каждый удар. не мудрено, что даже короткий, четкий удар уже на излете заканчивает бой. Это был предыдущий нагдон. Нет, последний. Итак, технический нокаут зап джуда и все еще без поражения. Чемпион мира по версии Абиев. Давайте мне Костю Дзю. Продолжение следует... raham discussed. Продолжение следует...